меня зовут александр я хочу вас сегодня ознакомить с существующими видами альтернативного топлива почему я это хочу сделать потому что специалисты в этой области говорят что ближайшие 50 80 лет и все нефти не будет остальных источников энергии которые могут быть использованы для допустим передвижения автомобилей других транспортных средств не будет уже чем заправлять поэтому возникает вопрос что же дальше я подготовил вот такую вот лекцию и разделил альтернативные виды топлива по некоторым категориям на такие как природный газ этанол метанол воздух жидкий азот топлива серии п биодизельное топливо электроэнергия и водород и так давайте по порядку на данном графике я показал потребление альтернативных видов топлива на сегодняшний момент это график соотношение в тысячных в тысячах галлонных эквивалентов бензина самое интересное что наиболее альтернативные виды топлива сейчас наименее используем и потому что в этой области сейчас ведутся только разработки это и пытаются добиться результатов результаты есть и позже я об этом расскажу самый используемый альтернативный вид топлива это природный газ ну как бы многие об этом знают природный газ и пропан ну по сути это газы обо всем остальном я расскажу чуточку позже здесь я показал объем мирового биотопливного рынка как видно за последние несколько лет количество скажем так затрат в этой области возрастает но также возрастает количество разды различных альтернативных и видов топлива и объемов их производства на этом слайде я показал лидеров производства биотоплива естественно первыми являются сша они с кстати являются вторыми по производству такого вида топлива как этанол первыми именно этанол производит бразилия там более девяти миллионов автомобилей на данном виде топлива это очень хороший результат и так перейдем к видам топлива природный газ природный газ к ним относятся метан и пропан бутановые смеси хранить их можно в компримированных то есть компримированном виде это сжатый до 200 атмосфер газ и сжиженный при температуре минус 160 градусов по цельсию наиболее безопасным в данном случае является сжиженный газ потому как давление хранения ниже наиболее альтернативным из газом является именно метана объясню почему пропан бутановые смеси основной источник их добычи это нефть и нефтепереработка поэтому как бы сразу возникает вопрос как мы будем добывать когда нефти не станет метан добывают в посредством переработки например мусора есть существует схемы когда устанавливается специальное оборудование на мусоросвалках и собирают метан да конечно же там не очень большие объемы но в этой области ведутся разработки также метан добывают посредством переработки различных древесных материалов то есть дерево стружечные материалы отработка пилорам и прочего добывают метан следующий вид топлива этанол это обычный этиловый спирт но для топлива его просто сильнее очищают его обезвоживают тот самый этиловый спирт который мы знаем как применение в алкогольных напитках но и не только на данный момент да хочу сказать что еще в 1876 году метанол использовал извините этанол использовал немецкий изобретатель николас отто то есть еще в 1876 году он предложил схему использования этанола в двигателях внутреннего сгорания на данной схеме показан процесс получения этанола то есть любой продукт например зерно то есть подходит вообще любой продукт который содержит большое количество крахмала сахаров это я думаю все знают как делается спирт водка да вот процесс очень похож а единственное отличие это более тонкая очистка путем ректификации спирта специальных ректификационных башнях это процесс очень сложный то есть сначала получают пульпу ее сжижают осахаривают дальше происходит процесс брожения дистилляция получившиеся жидкости ну то есть там получается как твердый отход производства так и жидкие материалы это вода и собственно сам этанол и дальше уже этанол ректифицирует до спирта и получают чистый продукт вот этанол используют в двух видах можно использовать как чистом варианте так и в варианте так называемый газ холл что такое газ холл это смесь обычного спирта с обычным бензином то есть берется 92 марка бензина смешивается с этиловым спиртом и получают либо марку топлива е85 либо марку топлива е10 что значит эти цифры 85 и 10 это процент этанола по отношению к бензину то есть 85 процентов это ну а все остальное обычный 92 бензин лидером по потреблению и производству одним из лидеров является соединенные штаты америки и по этому поводу на одном из сайт на одном из сайтов есть вот такая картинка еда или топлива что человек выберет это очень такой вопрос существенный почему потому что то даже если переведете я не стал переводить что тут написано что миллиард людей сегодня голодают и в то же время следующем году сша произведет из 5 миллионов ну то есть миллиона гушелей зерна этанол этого хватило бы на год чтобы прокормить четыреста двенадцать миллионов людей то есть представьте себе какое-то количество зерна ну и пример да то есть 8 гушелей зерна кукурузы это два всего лишь 21 галлон топлива это не так уж и много но этого достаточно чтобы прокормить одного человека в течение года следующий вид топлива метанол это тоже спирт более простой одноатомный спирт беспрятная но ядовитая жидкость это одна из проблем кстати то есть очень ядовит используется также он как и этанол смеси с бензином кстати из метанола добывают диметил эфир это более экологичный вид топлива он сгорает принося меньше как бы вреда окружающей среде метил тетрабутиловый эфир и топлива m85 по тому же аналогу 85 процентов метанола все остальное бензин следующий вид топлива это воздух и вот этот забавный автомобильчик производства франции его даже сложно назвать автомобильчик это или мотоцикл но он работает на сжатом воздухе обычный сжатый воздух закачивается в баллоны и автомобиль может проехать до 130 километров на одной заправке разгоняться кстати такой автомобильчик может до 100 километров в час но естественно на полном баллонах чем дольше используются баллоны чем меньше в них сжатого воздуха тему соответственно будет ниже скорость и придется по итогу заправлять баллоны это простой автомобильчик компании тата это первый автомобиль на сжатом воздухе производят его в индии производят такие автомобили для очень бедных людей то есть он очень простой очень экономичный это же работает на сжатом воздухе до тоже около 130 километров можно проехать на одной заправке с максимальной скоростью до 100 километров в час следующий автомобильчик это компания peugeot peugeot 208 в 2016 году планируется выпуск таких автомобилей уже в большом серию серийному как бы количестве в нем немножечко есть отличие это не совсем автомобиль на сжатом воздухе это гибрид это гибрид автомобиля на сжатом воздухе и на двигателе внутреннего сгорания и таки эта технология гибрид air вот такой вот модельку peugeot предоставит миру в 2016 году следующий вид топлива если его таким можно назвать это жидкий азот принцип работы такой же как у сжатого газа только хранят его в отличие от сжатого воздуха в жидком состоянии и использовать его в двигателе обычном двигателе внутреннего сгорания да не получится там специальные используют турбины работает он по принципу расширения данного газа сжиженного газ расширяется и крутит турбогенератор дальше турбогенератор уже либо электродвигатель запитывает либо просто напрямую снимают мощность с такой турбины следующий вид топлива топлива серии п топлива серии п это одна из наиболее интересных альтернатив она состоит из смеси газ холла некоторых эфиров и специального растворителя чем она интересна во первых то что все эти продукты добываются из натуральных то есть но это допустим выращивается кукуруза это сахарный тростник потом эти все источники они возобновляемые то есть мы не зависим от нефтепродуктов данном случае и продукты сгорания данного вида топлива они менее вредны для экологии то есть в разы в разы и этот вид топлива можно заливать просто вместо бензина практически без любых переделок автомобиля это какой-то обычный бензин просто его замена один из компонентов кстати такого вида топлива производят из обычных водорослей я позже расскажу таким образом биодизельное топлива биодизельное топливо делят на три группы фенфую санфую и биотрол что это такое сенсsen это специальная то есть природный газ специальным образом обрабатывает и получает такое именно биодизель на National Truck Life а что есть дизельные двигатели есть бензиновые двигатели для бензиновых у нас больше вариантов топлива для дизельных меньше вот Это один из вариантов для дизельного. Sunfuel – это перегонка при температуре в 1600 градусов по Цельсию органических соединений с последующей обработкой. Органические соединения различные. Это животные жиры, это ил, это, в общем, все, что на самом деле содержит жиры. Происходит переработка, дальше перегонка и получает топливо. Даже химические активные вещества, которые очень вредны для человека, в процессе переработки получается топливо, которое не приносит такого вреда. И топливо Биотрол. Впервые топливо Биотрол было получено синтетическим путем, специальной перегонкой древесных отходов, отходов сельского хозяйства и мусора. Это очень интересный вид топлива, потому что существует на данный момент проблема с хранением отходов человеческой деятельности. Это один из вариантов, как же все-таки с этим бороться. То есть мы перерабатываем отходы, убираем свалки, получаем топливо. Здесь на схеме я изобразил процесс, один из процессов возможного получения биотоплива. Биотоплива. Очень интересный процесс просто выращивания специальных водорослей в специальных резервуарах или в озерах. Процесс происходит простой. То есть выращиваем, подкармливаем водоросли, они вырастают. Дальше мы специальной перегонкой забираем у них жир. Но одна из технологий – это было высушивание водорослей для получения чистых жиров из этих водорослей. Сейчас придумана технология, ускоряющая это. То есть за 40 минут получается, если я не ошибаюсь, 10 литров биодизельного топлива. То есть идет ускоренный рост данных видов водорослей. А дальше путем высокого давления и высокой температуры их обдают паром, разделяя тем самым на определенное масло, которое потом перерабатывают в биодизель и глицерин. Ну, также получают остальные продукты, которые тоже можно использовать. Процесс сейчас на самом деле, то есть процесс очень простой. Его даже в Украине, я знаю, что, скажем так, люди специально для себя строят такие вот для выращивания, скажем так, резервуары и получают топливо. То есть они уже ушли от зависимости от нефтяной. То есть они заправляют свой автомобиль биодизелем. Самое интересное, что биодизель, его пары сгорания, как ни странно, пахнут картофелем фри. То есть вы едете, а от вас картошечка и попахивает. Электроэнергия. Сложно, конечно, назвать это видом топлива, но это одно из альтернативных направлений. По этому поводу я вкратце расскажу. Я постараюсь еще одну лекцию уделить непосредственно электроэнергии. Там очень много интересного, но вкратце. Электроэнергия, то есть бывают полные гибридные силовые установки, умеренные гибридные силовые установки автомобилей на топливных элементах и электрокары с аккумуляторными батареями. В данном случае к топливу я бы отнес автомобили на топливных элементах, потому что процесс происходит тот же. Мы заправляем автомобиль определенными жидкостями, определенные жидкости в процессе определенных процессов, извините за автологию, получаем электричество, электричество подаем на электромоторы и двигаемся. Один из примеров, кстати, электромобилей, всем вам, думаю, известен автомобиль Тесла. Их зарядка Тесла Суперчарджер. Почему я выбрал эту картинку? Потому что именно эта компания сейчас занимается продвижением электромобилей очень сильно. Хотя она на самом деле не единственный производитель электромобилей. Сейчас несколько немецких автопроизводителей переводят свои автомобили на электричество, на различные установки, в том числе те, которые в будущем считаются очень альтернативными. В этой области, кстати, очень альтернативным... Это я привел пример, какие бывают гибридные установки. Почему, допустим, автомобильно-солнечную энергию я отнес к гибридной установке? Потому что солнечных батарей, мощности солнечных батарей не хватает для того, чтобы напрямую получать электричество на электродвигатель. То есть они очень слабые. Поэтому у солнечных батарей снимается электричество на суперконденсаторы, и суперконденсаторы уже подают электрический ток на электродвигатели. По сути, это получается гибридная установка. Также к гибридным установкам относятся автомобили на водороде. Почему? Потому что в плане электричества там проходит некий процесс, о котором я чуть позже расскажу, где водород соединяется с кислородом, и мы получаем электрический ток. То есть не на батарейках едем. Но батарейки в этом случае все равно нужны, точнее суперконденсаторы, потому что именно с них снимается основная мощность. И есть также автомобили на ионных жидкостях. Это вообще очень интересная технология. Появилась она буквально недавно, несколько лет назад в Женеве. показали автомобиль, который способен проехать 4700 км на одной заправке. Представьте себе. Один из видов, ну не знаю, топлива, не топлива, литий-ионовая аккумуляторная батарея. То есть это то, что двигает электромобили. О них я расскажу в лекции о электромобилях более подробно. Графен – революционный материал. Вот, кстати, то, что возможно позволит нам в будущем, может, в ближайшие лет 10-20 ездить уже всем на электромобилях, а не на автомобилях на бензине или дизельном топливе. Сейчас очень большое количество разработок различных с использованием графена и именно в отрасли электромобилей. Это просто принципиальная схема графеновых аккумуляторных батарей и суперконденсаторов. Об этом я в следующей лекции. Самое интересное, что графен для производства аккумуляторных батарей производит одна из компаний, которая делает это с помощью прожига лазерных дисков. Они наносят специальный состав из графита, специальную эмульсию, и лазером выжигают этот графит до графена. И получаются вот такие у них оболочечки. Кстати, это было случайно сделано. Один из студентов провел такой эксперимент, и у него это получилось. То есть он получил графен, и таким образом одна из компаний, именно таким образом одна из компаний производит графен. А вот тот автомобиль, который способен на одной заправке проехать 4700 км. Это автомобиль на ионизированных жидкостях. Это не заряженная вода, на всякий случай говорю. Принцип работы ионизированной жидкости в принципе простой. Есть два бака. То есть в этом автомобиле два бака по 160 литров, которые заправляют положительно заряженную жидкость специальную и отрицательно заряженную жидкость. Дальше жидкость в процессе работы происходит следующее. Обе эти жидкости проходят через специальную топливную ячейку. В этой топливной ячейке положительные и отрицательные заряды на специальные пластины снимаются. Дальше заряд, электрический ток уже по сути передается на суперконденсаторы. А уже с суперконденсаторов электрический ток идет на двигатель. Таким образом машина двигается. Самое интересное, что данный автомобиль имеет мощность 1000 лошадиных сил. Да, и был проведен эксперимент именно в Женеве. В этом году посадили в автомобиль технического директора и попросили кататься. Человек ездил 14 часов, после чего вышел из машины и сказал «я устал, я больше не могу». Потратили всего 22% заряда, то есть 22% топлива всего ушло из баков. Вышел новый автомобиль не так давно. Но не увеличили емкость топливных баков до 250 литров. Подразумевается увеличение мощности автомобиля и продолжительность работы. Это одна из очень альтернативных передовых технологий, на которые лично я бы как бы возложил надежды. Это очень интересно, потому что вы приезжаете, заправляете буквально за 5 минут полные баки и едете дальше 4700 километров. Стоимость заправки, кстати, этих баков приблизительно сейчас говорят о том, что 32 евро. То есть если вы пересчитаете, сколько вам будет стоить один километр, вы получите всего около 20 копеек. 20 копеек на один километр. Представьте, вы можете так на бензине проехать, я сомневаюсь. Но это очень интересная разработка, о ней я расскажу в лекции про электромобили. А дальше я хочу рассказать про водород. Водород используют в двух типах. То есть в обычных двигателях внутреннего сгорания с небольшой переделкой. То есть просто сжигают водород, как бензин. Преимущество водорода в том, что, во-первых, он есть везде. Мы не сильно ограничены в его количестве. Минус в том, что пока не существует большого количества заправок водородных. Это огромный минус. Но я думаю, что с этим скоро решат проблему. И способ второй. Способ соединения водорода с кислородом и получения обычной воды. То есть вы едете, а у вас капает водичка. Все. Это электромобиль на самом деле. То есть посредством обмена ионов и протонов мы получаем электрический ток в специальных топливных ячейках. Этот ток опять-таки снимается на суперконденсаторы. Суперконденсаторы уже питают электрический ток. Вот так вот. В заключение хочу сказать следующее. Несмотря на то, что специалисты нам пророчат, что через 50-80 лет нефть закончится и мы не сможем ни на чем ездить. Это все неправда. Потому что человечество стремится получить новые технологии, новые виды топлива. Это отрасль очень развивающаяся. Виды топлива все быстрее и быстрее осваиваются и производятся все в большем количестве. Поэтому я думаю, что через 10-20 лет уже количество автомобилей на водороде и на электричестве уже будет больше. Я думаю, что впоследствии мы отойдем и вообще от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдем на различные гибриды, которые связаны с электричеством, с водородом. Спасибо. Вы показали только 9 видов топлива. Ну, из тех, которые были показаны на слайде. А какие еще есть? Есть одна. Есть ли вообще? Я показал наиболее вероятные в использовании. Да, конечно же, есть. Есть разработки, например, на мини-атомные реакторы. Есть также батареи, которые используют энергию атома. Но в этой области разработки ведутся уже более 70 лет, и ничего толком не получили. Поэтому я думаю, что ближайшие 70 лет будет то же самое. Учитывая скорость развития электромобилей, автомобилей на водороде, как бы эта область просто не совсем альтернативна. Да, можно использовать, но… Какое самое выгодное топливо для нас, для мира, которое не исчерпается? Уточнение, в каком плане выгоды? Ну, которое мы можем использовать, как бы… Выгодовчал. Экономически? Экономически, да. В данный момент лично я и некоторые специалисты возлагают надежды именно на ионизированные жидкости. Потому что, по сути, ну, я вам уже говорил, 20 копеек на 1 километр – это очень дешево. Производство таких жидкостей тоже как бы недорого, его осваивают. Проблема сейчас только в том, что не существует большого количества для ионизированных жидкостей вообще не существует сейчас заправок. Но давайте вспомним, что было 10 лет назад с электромобилями. Были ли Тесла суперчарджер, не было. Сейчас более 5000 станций под зарядки в США. То есть, США – это такая страна, где эти альтернативные виды топлива наиболее развивающиеся. Поэтому там, скорее всего, все будет происходить раньше, чем у нас. У нас пока в альтернативе – это газ, на котором уже многие ездят. Просто переделают свои автомобили, ставят специальное оборудование и на нем ездят. Это пока для нас альтернатива. У меня такой вопрос. А все-таки ионизированные жидкости или ионные жидкости? Ионизированные. Спасибо вам за лекцию. У меня вопрос по поводу топлива П, о котором мы говорили. Да. Далее у вас был слайд, где вы рассказывали о возрастах, в которых вы получаете жиры. Это связано между собой или топлива П – это что-то другое? У меня химизм этого момента интересен. Я отвечу таким образом. Смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, по-хорошему нужна еще одна лекция и не 15-минутная. Но если кратко, да, водоросли можно использовать для того, чтобы получать топливо П. Топливо П – это смесь нескольких видов горючих веществ. Одно из них можно получать из водорослей. Но это не единственный способ получения этого вида растворителя. Как ты конкретно говоришь в жидкости? Метилтетрабутиловый эфир. В принципе, очень простое слово. И диметилэфир, который получают из спиртов. У меня вот сначала замечание. Я попрошу всех, в том числе наших лекторов, не говорить «вредно для экологии». Это очень плохо для популяризаторов науки говорить «вредно для экологии». Это, как сказать, что курение вредно для медицины, а не для состояния здоровья человека. Вредно для состояния окружающей среды. Я хотела спросить, по поводу того, что можно делать биотопливо из любого вида органических загрязнений. Это значит, что теоретически в Харькове, на диканевке, где-то можно отфильтровать всю органику из воды, которая сливается в канализацию, и превращать это в полезный топливо. А такие проекты делают вообще наши ученые, которые могут делать эти проекты? Они предлагают куда-то, не знаю, в госсовет, прости господи. Кому это может быть интересным? Проекты такие делают или нет? А то все такие умные, реакцию прочитать могут. А знания эти как-то применить на практике, хотелось бы, чтобы они применялись. Да, я не знаю, как работает. Я не знаю, как ученый, я знаю точно, что в Одессе есть человек, который, скажем так, в полупромышленном варианте добывает биотопливо. Он выращивает водоросли, перегоняет, получает биотопливо, и выхлопы его автомобиля пахнут картофелем фри. Спасибо. В последнее время набирает силу теория о металлогидратной природе ядра земли. Вот слышали ли вы что-либо о развитии прямой добычи водорода из-под коры земли? Спасибо. Вы сказали, что водорода везде много. Вы это имеете в виду? Да, однако я знаю, более перспективные на данный момент и более простые способы добычи водорода. Ну, что может быть проще, пробурить скважину и качать? Да. Ну, все, да. Падал только тысяч километров. Я знаю, в Америке есть месторождение обнадеживающее. Мы еще раз говорим о месторождениях, а я говорил о том, что это возобновляемые источники. То есть, ну, закончится у вас месторождение водорода опять? За миллион летом. Может быть, да. Я пока не знаю о таких источниках. Спасибо. Два вопроса. Первый вопрос по поводу топлива П. Вы сказали, какой-то специальный растворитель. Какой? Мне просто интересно. Метилтетроэтиловый эфир. Метилтетроэтиловый эфир. Спасибо. А второй вопрос по поводу ионизированных жидкостей. Да. Вопрос. Они как-то перерабатываются? Хороший вопрос, да. Я об этом просто хотел бы поговорить на лекции об электромобилях, но раз спросили, я отвечу. Данный автомобиль, который я показывал, жидкость просто испаряется. То есть, она улетучивается после того, как с нее снимаются ионы. То есть, вы просто вынуждены будете приехать и заправить новую жидкость. Но существуют разработки подобные, пока что без воплощения в жизнь. То есть, это реально существующие автомобили, о котором я говорил. Есть разработки, в которых жидкость сливается в процессе отработки в другие баки. Вы приезжаете, сливаете эту жидкость и по меньшей цене заливаете новую. То есть, эта жидкость не испаряется, она повторно используется. То есть, это возобновляемый источник. А для зоного слоя это безопасно? Да. Настолько же безопасно, сколько вы будете там, я не знаю, курицу приготовить в пароварке. Давайте еще два, два вопроса, да? Давайте два вопроса. Насколько я понимаю, под словом альтернативный понимается нечто, что принципиально отличается от того, что есть на данный момент. А вот, насколько правильно называть альтернативным природный газ? Ведь он, в принципе, напоминает нефть, он также исчерпаемый, и месторождение, в принципе, похоже с системами. Я понял ваш вопрос. Я вроде бы говорил о том, что есть два метан и пропан-бутановые смеси, да? И говорил о том, что метан это возобновляемый источник, он не получается из нефтепродуктов. Мы его можем получить посредством, то есть есть установки, которые ставятся в специальные скважины на мусоросвалках, и там добывается метан. Это возобновляемый источник. А пропан-бутановые смеси, они не возобновляемые, как таковые. Ну, то есть в промышленных масштабах это будет очень тяжело и не альтернативно. Метан в данном случае альтернатива. Спасибо. Вымывание каких-либо генов, вымывание, высловное, конечно, это явление называется генетическая эрозия. К чему оно может привести? Хорошо видно на примере банана. Банан – это вегетативная размножаемая культура. И буду, может, настройки вкл. Адам –atlейки, я converged. Продолжение следует...